Понимаете, вопрос не в том, переписывается история или нет. Вопрос, что фактам историческим надо давать объективную оценку. Нельзя, но если мы будем всю историю учить по советским учебникам в свете марксизма-ленинизма, но это и есть искажение первейшей нашей истории, что могли сказать коммунисты в своих учебниках про царскую власть? Все те мифы и небелицы, которые они там написали, это не есть история. И надо нам объективно научиться оценивать те факты, которые были. И в том числе и в отношении тех же большевиков и коммунистов. Не они же нам с вами расскажут про военный коммунизм, про продоразверстку, про геноцид казаков, про геноцид целых сословий, кулаков, то есть тире, людей, умеющих работать на земле, зажичных крестьян, про всю интеллигенцию, элиту, священнослужителей. Кто они нам эту историю в советских учебниках написали, как они вели геноцид церкви? Конечно, это не есть переписывание, это есть объективные оценки, которые надо давать историческим процессам. И дальше двигаться нельзя. Если мы будем опираться на марксизм-ленинизм, который нам написал всю историю, извините, тогда мы должны в нем и жить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!